Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Добро пожаловать, мы с вами продолжаем играть в апокалипсис, в нашу суровую апокалиптическую реальность. И, как вы можете заметить, у нас продолжается тренировка нашего маршала. У нас практически 9 часов вечера, а Старки решили, в общем-то говоря, почему бы заодно им самим не попробовать коло из свинины, которые в предыдущей серии, если вы помните, наша Хельга знатно приправила вот этим вот песочком, да. Видимо, как совершенно верно подметила Света в комментариях под предыдущей серией, в общем-то, очевидно, что солонянский песок действительно является фирменной и самой лучшей приправой для коло из свинины, поэтому, видите, они прям с удовольствием сами стоят и наминают его, вот, рассказывают друг другу просто какое же потрясающее получилось блюдо, вот прямо Робин нахваливает блюдо Хельге, говорит, вот определенно с песком стало намного лучше, дорогая моя, ты, как всегда, знаешь, что нужно делать. Ну ладно, давайте мы, пожалуйста, оставим их наедине с собой. Вот, нашему маршалу, кстати, да, скоро на работу, а уже через 9 часов он у нас теперь рыбак. Да, ребята, я уже поняла прекрасно, что на самом-то деле это не маршал виноват, и это не маршал плохой, на самом-то деле это абсолютно полностью и с треском провалился Симопот в предыдущей серии, который, в общем-то говоря, уволил его с работы вообще ни за что. Да, я уже поняла, что это целиком и полностью моя вина, что я никак не должна была реагировать на такие глюки игры, я не должна была его увольнять. Ну а что поделать, что поделать, уже что сделано, то сделано, маршал теперь у нас рыбак, я надеюсь, что он все-таки закроет свою карьеру, тем более, что карьера поистине потрясающая. Да, я надеюсь, что вы не слышите никакого жужжания или шума, у меня прямо сейчас просто... Мне тут недавно такую вещь подарили, ребята, такую вещь, вы просто себе не можете представить, маленький настольный вентилятор. Я просто не представляю, как я жила без этой вещи раньше, потому что в условиях нашей жары, которая вот сейчас происходит у нас в стране, и учитывая то, что я человек, который абсолютно не переносит высокие температуры, то вот я просто его рядышком с собой поставила, включила, и, боже, мне кажется, что я в раю, ребята. Ну да, я думаю, что прямо сейчас Макин тоже закончит свою тренировку, я отправлю его поспать. Вот, Джулия, может быть, у меня немножечко пообщается с соседями, почему бы и нет, посмотрим. Вот, и да, я думаю, что включусь, когда будет что-нибудь интересное, и, наверное, включусь уже в тот момент, когда наш маршал отправится на свою работу. Да, кстати, ребят, пока тут мои голубки отсыпаются, вот, в общем-то, у нас среда, 30 часа ночи сейчас, я вспомнила, что нам нужно проверить наш домик, вот, в режиме строительства, на предмет того, является ли он экологически чистым у нас вдруг, вот, в общем-то, с учётом того, что вышло новое дополнение, экологическая жизнь, то поменялись некоторые правила игры в апокалипсис, и теперь наш домик не должен быть, боже упаси, экологически чистым. Наоборот, будет даже в плюс, если покрытие, вот это вот настенное, да, и вообще вот эти все отделочные материалы, если они будут давать плюс один к индустриальной обстановке, вот. Но я думаю, что, наверное, лучше дождаться у нас воскресенья, я даже не знаю, потому что мы-то чуть что не имеем права ничего покупать, вот, в какие-либо другие дни недели, кроме как воскресенья. Я даже не знаю, как тут быть, но давайте хотя бы, давайте хотя бы проверим вместе с вами, чтобы это происходило всё на ваших глазах, вот. Ну что, давайте, давайте проверим обои мореход, очень мне, конечно, нравится, и... Ага, вот, блин, эко-след экологически чистый, ах ты, ёлки-палки! Значит, все вот эти вот слунянские обои, они у нас выходят экологически чистые, да? Ай, вот это, конечно, жалко, жалко, ребята, это не годится, это неправильно, и придётся всё это переделывать, конечно. Так, дверь у нас ничего не влияет, а окна? Окна у нас... Обалдеть, эко-след экологически чистый, два! Офигеть, ребята, я просто хотела, знаете, построить такой как бы сарайчик нам, да? Чтобы он подходил под обстановку Сулани, чтобы в нём было, ну, как-то более-менее тематично и атмосферно жить. А выходит, что я соорудила прямо-таки настоящее экологически чистое жильё. Офигеть, слушайте, ну это, конечно, неправильно. Да, небольшое улучшение обстановки один, эко-след экологически чистый один, капец, капец, ребята, честное слово, я даже знать не могла. Низкая пожаростойкость, вот это хорошо, вот это хорошо, вот это вот, вот когда такие вот есть, как бы, плюсы, это хорошо. А вот то, что мы имеем в своём на данный момент, это, конечно же, плохо. Да, тут тоже низкая пожаростойкость, тут то же самое, я так понимаю. Что у нас вот здесь вот происходит? Тут у нас ничего не даётся, ну, слава богу. Так, каменная плитка, тоже ничего. Мебель, я думаю, не надо заменять, мебель не должна. Да, мебель, слава богу, не влияет ни на что. Значит, у нас вот такие вот дела, ребята. Да, давайте ещё, кстати, в подвал спустимся, посмотрим вот эта вот штучка, как у нас влияет текстурная лава. Да это на что-нибудь или нет? Обалдеть! Небольшое улучшение обстановки, один, эко-след экологически чистый, два балла, офигеть! Вот так вот, ребята, вы будете теперь знать, что все вот эти вот покрытия из дополнения жизни на острове, они являются экологически чистыми. Да уж, да уж, нам придётся полностью переделывать наш дом, а здесь у нас что? Здесь у нас эко-след промышленный, один повышает сумму счёта. Вот это прекрасно! Вот это просто замечательно! Значит, крышу мы оставляем как есть, потому что у нас промышленный эко-след, да ещё и повышение суммы счёта. А всё остальное нам придётся, конечно же, перекрасить и переделать, и я, наверное, сделаю это всё-таки в воскресенье, потому что, ну, мне кажется, что я не имею права делать это вот сегодня, в среду. Опа, вы чё вскочили, ребята, давайте не пугайте меня, давайте, пожалуйста, здесь спать. Вот, я просто вас умоляю, давай, Джулия, спать, и ты, Маршал, тоже вспать. Чё это, вы вскочили у меня? Давайте быстренько спать. В общем-то, вот такие вот у нас дела, ребята. Я думаю, что мы это всё переделаем в воскресенье, не переживайте, мы обязательно всё исправим. Да, вот у нас просто ребята в шоке. Да, Джулия у нас негодует, потому что наверняка Старки пришли и принесли ей не очень хорошую весть о том, что... О том, что мафиози признали наш дом вообще никуда не годным, и если мы это срочно не исправим, то будет очень-очень плохо, поэтому да. Маршал возьмёт в руки свой волшебный молоточек, я думаю, у нас на выходных, и всё это будет переделывать. Вот, да, я думаю, что всё-таки дождусь воскресенья, потому что мне кажется, что это не очень правильно, и пока что мы не имеем права делать какой-то ремонт в среду. Вот. Напишите мне, если я вдруг не права, потому что, знаете, я теперь очень сильно побаиваюсь, и буду лучше ждать ваших каких-то откликов. Да. Всё, ребята, давайте, я вас умоляю, давайте, пожалуйста, ложитесь спать. Вот. Да. Маршалу скоро на работу, тише, 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 тише. Да, кстати, нам в 5 утра на работу, это уже значит, что, в принципе, сейчас я его буду будить, и будем вот этим вот заниматься. Да. Ну, и включусь я, когда уже мы будем официально провожать нашего мужчину на работу, на его первый рабочий день. Вот так вот. Так, ну, в общем-то, у нас вот сейчас происходит экстренное повышение досуга, да, я думаю, что прямо сейчас, вот прямо сейчас они закончат, и всё, Маршал отправится на работу, потому что, боже упаси, он опоздает. Я просто, я просто вообще не буду знать, что делать, всё, давайте, давайте, ребят, наверное, хватит, 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 потому что уже половина шестого, Маршал, давай, бегом, бегом, я тебя умоляю. Давай, всё, правильно, пора на работу, переодевайся, и беги, я тебя умоляю, беги, 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 просто беги, как пуля, несись, как молния, понимаешь? Так, Джулия, дорогая моя, что ты тут жалуешься? Кстати, да, у нас третий триместр настал, наконец-таки, а, Маршал тут бросил бельишко, понятно, понятно, в общем-то, Джулия у нас немножечко жалуется, думает, ну вот, вот так вот быстро ушёл на свою работу, и бельишко бросил, а мне что, это всё стирать? Мне же всё-таки тяжело, я всё-таки с пузом. Ой, ну ничего, я думаю, что мы это с тобой как-то переживём, как-то перенесём. Так, Маршал, ты идёшь на работу? Ты где? Ты где? Давай, быстро, быстро, бегом, беги, бегом, беги, иначе я тебя убью просто. Так, нести зонтик, не надо никаких зонтиков, ничто тебя не должно останавливать. Всё, дорогие мои, мы с вами провожаем вот этого вот молодого человека на работу, давайте пожелаем ему удачи. Вот, чтобы всё у него было хорошо. Давай, Маршал, беги, 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 вот, всё, отлично, мы с вами не опоздали, всё, Маршал отправился на работу. И что у нас тут есть? Обычный режим, страницы исчезающих рыб, уйти раньше, ловить рискованно. Я так понимаю, что это аналог упорно работать, да? Поскольку у нас доступно как бы на выбор либо обычный режим, либо упорно работать, то давайте тогда будем выбирать действие ловить рискованно, да? Давайте вот так вот выберем. Да, ловить рискованно. Давай, Маршал, трудись, ничего не знаю, ну а мы с Джулией пока что тут будем на хозяйстве, да? Будем вот это вот всё убирать, и, возможно, даже займёмся пастирушечками, посмотрим. Ну, в общем-то, сейчас будем как-нибудь хозяйством заниматься, да? И всё, ребята, ждём с вами роды, и, наконец-таки, настал третий семестр, боже мой, семестр. Я опять сказала это, я опять сказала семестр. Ну да, я, конечно, извиняюсь. Кстати, вчера я сдала последний экзамен, да, пятый, так что для меня сессия официально завершена. Можете меня с этим поздравить, наконец-таки я свободна, вот, и это не может не радовать, поэтому... Поэтому я надеюсь, что всё-таки видосики будут выходить как-то порегулярнее, чем это было весной. Ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить, конечно. Кстати, ребята, просто обратите внимание на нужды Маршала, это просто какой-то капец. Посмотрите на бодрость, человек был практически полностью на максимум выспавшийся. Я не знаю, что там можно вообще делать, и насколько рискованно надо ловить рыбу, чтобы настолько быть убитым. Это просто нечто. Он там уже сам, походу, начинает засыпать. Это просто жесть, ребята. Он у нас буквально через пять секундочек вернётся уже с работы, посмотрим, получил он повышение или нет. Ой, я там вижу кто-то беременный. Кто это у нас? Беллочка? Ух ты! Слушайте, как круто, у нас Белла беременная. Это наша старая подруга, которая с нами тут бродит в самой первой серии. Слушай, ну я тебя поздравляю. Это, конечно, круто. Так, кстати, у нас Джулия готовит запечённую картошечку. Я хочу её сейчас покормить. И, кстати, у неё сегодня работа. Вот, она сегодня идёт на работу, так что я думаю, что она должна нам хорошую денежку принести. Я очень сильно на это надеюсь. Ну что, Маршал, ты где там? Ну? Ты где? О! Да ладно! Получил повышение! Неужели? Да, повышение. Да, речной рыбак, ребята. Классно, классно. Так, мы должны приступить к работе через час. Да, это хорошо. Мой ты хороший мужчина. Слушай, ну извини, Маршал. Я, честно, я не знала. Я думала, что тебя надо уволить. Ну, прости, пожалуйста. Но зато ты знаешь, какое великое дело сделаешь, когда закроешь эту карьеру. Всё, получается, с вами на втором уровне. Вот. И я так понимаю, что следующий уровень уже последний. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Вроде там три уровня. Или пять? Не, вроде три. Ну ладно. В общем-то, посмотрим. Ну, по-моему, там три уровня. Всё, мы теперь речные рыбаки. Да, у нас завтра снова рабочий день. Это очень круто. И нам нужно ещё два уровня рыбной ловли взять. Но я думаю, что сперва-наперво, конечно же, мы отправим нашего героя отдохнуть. И вообще, в принципе, поспать. Вот, давай, иди сюда спать. И всё. Ну что, ребята, наша Джулия вернулась домой с работы и принесла нам аж три тысячи триста семиллионов. Это просто обалдеть. И заработала день отпуска. Но это, конечно, нам не светит. Да, точно не в этом поколении. И даже, возможно, да и не в следующем. Вот. И, кстати, 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 у неё завтра выходной. Слушайте, ну это хорошо. В принципе, она у нас, получается, работает три дня в неделю. То есть, по сути, по сути, она у нас тоже будет постоянно дома и тоже сможет ухаживать за своими детьми. И всего лишь три дня в неделю она будет ходить на свою работу и приносить вот такие прекрасные заработки. Но это круто, мне кажется. Ну что, милая, рассказывай. Как ты чувствуешь, скоро тебе рожать или нет? Ой, Маршалл, чувствую, что скоро так пинается, что просто невозможно. Как ты думаешь, кто-то мальчик или девочка? Я бы ещё такой вопрос хотела узнать. Один или два? Или, может быть, три? Всё-таки, может быть, кто-то Ангелину порадует тройней, а? Ну, пожалуйста, Джулия, ну, пожалуйста. Ну, в первый раз в 74 у меня в игре дайте мне больше одного ребёнка. Ну, конечно же, я думаю, что тут чисто воля случая. Вот, и я на это никак не смогу повлиять. Вот, отлично. Вот такая вот у нас милота происходит. О, я тоже чувствую эти толчки, милая. Думаю, что совсем скоро мы с тобой станем полноценными родителями. Да-да-да-да-да-да, можете даже в этом не сомневаться. Вот, дружелюбный. Ну, понятно, тут, короче, лябоу-маркоу. Всё прекрасно, всё замечательно. Любовь, как я уже писала в названии подобной серии, сильнее любого апокалипсиса. Ребята, боже мой, просто посмотрите на это. У нас с вами полпятого утра. Маршал уже готовится, что это предродовая паника, да, он уже готовится отправиться на работу. Есть тут кокосик, вернее, только собирается его укусить. И тут у нас Джулия быстро подорвалась с кровати и говорит, о, боже мой, маршал, мне кажется, началось... Что именно началось, милая? У нас уже всё давным-давно началось. Да нет же, ты не понял, я рожаю, маршал, мне кажется, я рожаю. Подожди, подожди, я доем. Что ты говоришь? О, боже мой, ты что, рожаешь? Серьёзно? Ну так а я тебе о чём, милая? Ты что, ну перестань тормозить, я рожаю, что мне делать? Тихо-тихо, только успокойся. Всё, ребята, роды, роды, боже, 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 неужели это свершилось? Неужели это свершилось? Что это такое? Сменить воду, успокойся. Совсем уже моча в голову ударила, что ли? Перестань. Так, я так понимаю, что мы с вами можем вот так вот сделать, да? Вот сюда, вот прям в люлечку, родить ребёнка. Я надеюсь, что это никакие правила не нарушает. Вот, как бы, ну почему нет? Ну вроде ж не должно, вроде ж как-то не должно. Но давайте тогда будем рожать, ребята, рожать, господи, неужели? Маршал, может быть, ты даже рода застанешь? А ну-ка иди сюда и сейчас посмотрим, ребята, кто у нас родится. И главное, сколько. И главное, сколько и кто. Боже мой, это просто, это просто что-то с чем-то. Давайте мы это, конечно же, мы, конечно же, вместе с вами вот так вот пофоткаем. Ааа, ребята, мы дождались, мы дождались того момента. Это, боже мой, я не знаю, сколько мы вместе с вами этого ждали. Но вот оно, вот оно случилось. Наша красавица, наша Джулия, наша дорогая, любимая. Девочка рожает ребёнка, наконец-таки. Куда? Стой, стой здесь, стой здесь. Боже мой, мы сейчас на работу. Ну давай, милая, давай, тушься. Всё, сейчас будет хорошо. Сейчас тебе станет намного легче. Куда ты? Стой. Всё, отправиться на работу. Всё, милая, я пошёл. У нас девочка, ребята! У нас девочка. Так, хорошо. Значит, о боже мой, это так интересно, сколько их. Так, давайте я сейчас выберу ей имя. У меня тут есть имена, да. И довольно-таки много я себе оставляю их. Да, хотя нет, на самом деле у меня имя, больше всего у меня имён для мальчиков, вот. А как раз-таки для девочек у меня, по-моему, только штук пять припасено, а для мальчиков там, ну, наверное, около штук, я не знаю, сорока. Ну, в общем-то, я сейчас думаю, что-то выберу и вернусь к вам. Я думаю, что нашу девочку, нашу первую представительницу второго поколения и вообще, в принципе, нашего первенца, родившегося в мире апокалипсиса, буду называть Алиса. Алиса, потому что, во-первых, мне нравится это имя, просто сама по себе красивая, вот. Ну и во-вторых, я сразу же вспоминаю симку у Трис, также представительницу её второго поколения, только уже в династии, в её династии Адамс, вот. Там была девушка по имени Алиса, конечно, там, по-моему, бездвойного С была, вот. Но я увидела вот такую вот вариацию этого имени, там есть ещё, там всякие есть, есть ещё 2L2S Алиса. Ну, мне кажется, пускай она просто будет Алиса, вот так вот как-то загадочно, вот. Буквально это имя означает цветок бурачка. Если вам это было, конечно, интересно, можете загуглить, посмотреть, как выглядит цветок бурачка, вот. Ну, в общем-то, всё Алиса Макинтош, вот. И сейчас посмотрим, одна она у нас или нет, господи, это такой ответственный момент. Я просто надеюсь, что она у меня одна, но если одна, то ладно. Блин, ребята, я же говорила, у меня никогда, у меня никогда в 74 не рождалось больше одного ребёнка. Ааа, капец. Вот она, наша девочка, всё, и она у нас одна. Всё, поздравляйте, поздравляйте нас, ребятки, наши Макинтоши, наша Джулия и наш Маршалл, который сейчас как угорел и бежит на работу, испугался. Ну, правильно, ладно, пускай бежит. Я думаю, что Джулия прекрасно всё понимает. В общем-то, они у нас стали родителями прекрасной девочки по имени Алиса. Алиса, да, вот такие вот дела. Вот, я надеюсь, что она, в общем-то говоря, что она сможет сделать этот мир чуточку лучше, закрыв одну из карьер. Да, вот, посмотрим, что это будет ещё за карьера. У меня есть уже свои планы, в принципе, на второе поколение и даже немножечко на третье. Ну, в общем-то, я расписываю себе карьеры, которые я хотела бы закрыть, вот, и очерёдность, которая меня бы устраивала и была бы мне комфортная. Вот, ну что, ребята, всё, мы родили, мы родили с вами девочку Алису, это же прекрасно. Что это такое, поболтать? Не-не-не, никаких поболтать. Всё, Маршал у нас ушёл на работу, вот так вот, всё, у нас новый ребёнок. Ну, это значит только одно, ребята, что как только Маршал у нас придёт с работы, мы сразу же идём за вторым, как говорится, потому что не годится, потому что, конечно же, нам нужно больше детей. И я уже не раз говорила, что я бы хотела Джулии и Маршалу четверых, вот. И с такими успехами, как, в общем-то, ведёт себя моя игра, то, знаете, у меня есть большое предположение, что наша Джулия будет беременна четыре раза, и что рожать она будет четыре раза, вот. И, как вы понимаете, возраст её затормозится аж на 12 дней, это много, это много, но, в принципе, я думаю, что это даже хорошо, потому что Джулия нам очень нужна, вот. И я бы хотела, конечно же, чтобы Джулия побольше могла иметь возможность побыть со своими детьми, повоспитывать их, пообучать всякому, поухаживать за ними, дать какие-то наставления. В общем-то, да. Так, ну, а Маршал у нас там на радостях будет, конечно же, ловить рискованно, а как же иначе? Ну, а мы сейчас будем тут, конечно же, поговорить, поласкать и покормить, покормить грудью. Из бутылочки нельзя ни в коем случае, мы сразу же орём, мы сразу же орём, конечно, только родились уже орём. Боже мой, я не могу поверить, ребята, я не могу поверить, что наша Джулия стала мамой, потому что для меня, знаете, это до сих пор такая маленькая девочка-подросток, такая вся уверенная в себе, которая заигрывает с парнями, которая только ищет себя, вот. И, в общем-то, я просто, я просто в полном шоке, что она уже мама, что вот это вот её дитё. Ой, боже мой, какая прелесть. Ой, всё, ребята, вот такие вот у нас делишки, вот такое вот у нас утро четверга, да. Ой, буду ждать ваших комментариев, как всегда, да, но я ещё с вами не прощаюсь, потому что я думаю, что эта серия ещё недостаточно объёмная на события, поэтому мы с вами продолжаем играть, вот, и продолжаем следить за нашими апокалиптиками дальше. Ну что, наш мужчина рядом с прекрасной женщиной по имени Мелоти Хьюитт, наконец-таки ловит рыбку. Да, как вы можете заметить, он у нас немножко выспался, ну, так довольно относительно выспался, конечно, но я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы он у нас хотя бы немножечко мог попрокачиваться, потому что, ну, ему это очень нужно. Вот, и мы сейчас попробуем с ним, если получится, добить третий уровень. Вот, и останется всего лишь нам добить ещё четвёртый. Вот, тоже хотелось бы, конечно, это сделать сегодня, но, в общем-то говоря, будем смотреть по обстоятельствам. Так, и что это у тебя тут за сердечки зелёные какие-то? Ты мне тут давай это. Ты мне тут давай аккуратно, правил не нарушай, пожалуйста. Так, и что это у тебя? А, понятно, понятно, осторожно с незнакомцами. Ну да, Мелоти Хьюитт, мы знаем, что она у нас рыбный контрабандист. Вот сразу видно, кто этим зелом занимается. Всяких радужных рыбок тут вылавливает. Правда, уже эксперт, конечно, глаз намётан. И посмотрите только, какая тут милота. Нам, в общем-то говоря, на почтовом голубе прислал Август записочку. Поздравляю с прибавлением в семействе. Боже мой, это просто прелесть. Обожаю этого мужчину. Действительно потрясающе. Кстати, он до сих пор не женат. Я перед началом серии заселяла мафию в Эвергрин Харбор и смотрела. И да, он у нас абсолютно до сих пор одинокий, к сожалению. Но я буду очень надеяться всё-таки, что КЦ это как-то исправит. Потому что, ну, мужчина, правда, очень клёвый. И не хотелось бы, чтобы он остался всё-таки у нас одиноким. Ну что, ребята, мы тут у нас поухаживали за нашей Алиской. Да, мы её покормили. Мы поменяли только, что ей пелёнки. И Джулия думает у нас... Ох, я такая уверенная в себе. Маманя, может быть, ещё одного тогда ребёночка нам с Маршалом завести? А почему бы и нет? Прямо сейчас. Прямо сейчас. Маршал, давай подъём. Ты уже как раз выспался. Чувствуешь себя прекрасно. Давай, Джулия, иди сюда. Вот. И сейчас, я думаю, что прямо сейчас Джулия скажет ему. Давай, ты как раз это рассмешай. Давай пошутим вместе с Маршалом. Вот. И скажи, слушай, дорогой, мне так понравилось быть мамой. Я бы ни за что не применяла это ни на одни красные лабутены. Вот ей-богу тебе говорю. Поэтому я думаю, а почему бы нам с тобой не, в общем-то говоря, не попробовать ещё родить сестричку или братика для нашей Алиски? А Маршал думает у нас... А я не против. И говорит у нас... Милая, я смотрю крайне положительно. Я смотрю крайне положительно на твою идею. Мне тоже кажется, что одной Алиски будет скучно. Конечно, будет скучно. Конечно. О! Офигеть, ребята! Нет, но вы на это просто посмотрите. Обалдеть! Слушай, мужик. Какой ты у меня клёвый. Слушай, у нас с ним всё сошлось. Посмотрите, какой тандем. Я же сказала, что он подумал. И он так и действительно подумал. Ребята, ведь не было буквально секунду назад этого желания. Я просто офигею. Я просто обалдеваю. Так, ну что, вперёд тогда от твоего лица, конечно же. Давай, иди поцелуй жену. Скажи, что она у тебя просто прекрасная, потрясающая. Вот подлизывайся, да, похвали наряд. Вот, давай, конечно же, заключим объятие. Поцелуй. И скажи, что, как бы, почему бы и нет. Почему бы и нет. Давайте. А что это такое? Зачать ребёнка? Зачать ребёнка? Страшно. Страшно. Почему два действия? Ладно, давайте тогда вот так вот через кровать. Попробовать зачать ребёнка. Конечно же. Конечно же. Ой, ну, я очень рада, если ты хорошо к этому относишься, да. Потому что, мне кажется, действительно было бы здорово, если бы у нас был не только один маленький кексик, а может быть как-нибудь побольше, да. Я смотрю на это крайне положительно. Я тоже очень бы хотела, чтобы наш мини-особнячок был населён множеством маленьких семят, и чтобы в нашем доме всегда был топот маленьких ножек. О, ты такой милый. Это правда. Что есть, то есть. Так, отлично. Все кокетливые, у всех прекрасное настроение. Ну, давайте, 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 ребятки. Вот как раз полвторого ночи. Я думаю, что это прекрасная, прекрасная возможность. И делать мы это будем, конечно же, несколько раз. Потому что... Потому что у нас с этим есть небольшие проблемы. Всё-таки это апокалипсис, плохая экология и вообще. И здоровье уже немножечко не то у наших семят после всех тех приключений, которые они успели пережить. Поэтому, да. Поэтому вот так вот, Алиса. Вот так вот, дорогая моя девчонка. Так, будет у тебя сестричка или братик? А может быть, двое? Всё-таки, да. Было бы очень неплохо. Я была бы очень за. Почему бы и нет, в принципе. Так, отлично, отлично. Что это такое рассмешить, Джулия? Ну, рассмешишь. Вот сейчас прям, вот сейчас прям под одеялом и рассмешишь. Так, всё, не спать, не спать, дорогие мои. Давайте, всё, хорэ, хорэ спать. Нам нужно продолжать наши попытки, потому что я вас знаю. Ну что, ребята, у нас тут попытка номер три, хотя вообще я уже успела, успела заметить, что у нас с вами всё получилось, ребята, потому что посмотрите вот сюда. Это всё, ребята. Это значит, что у нас с вами всё получилось. Джулия возле именно во второй раз. Ну, потому что посмотрите просто, как заскакала естественная нужда двойными стрелочками прям. Ну, короче, всё, я думаю, я уверена, что у нас с вами уже всё получилось, всё удалось. Да, получается, со второго раза. Ну, третий, ну, пускай будет третий, да, на счастье, как бы, почему бы и нет. Вот, так, всё, дорогой мой, а теперь спать. Да, ой, ты у нас ухандокался, господи, а тебе что, через час на работу? Ай-яй-яй, слушайте, я совсем увлеклась и забыла, что маршал-то прям сейчас на работу. Ну, ничего, ничего страшного, как-то мы с этим справимся. Так, ну, смотрите, ребят, у нас с вами 7 утра. Маршал пока что держится, пока что держится, вот, в общем-то, старается. Ему действительно, мод леты помогают. Бодрость, конечно, уже просто, просто в топку, да, Алиска наша заснула. Мама с ней и поиграла, и поварковала, и побаюкала, и покормила, в общем-то, сделала всё, что могла, для того, чтобы Алиса была довольна, чтобы она была спокойна. Да, маршал наш пока что, вот, как я уже говорила, чуть ранее держится. Не знаю, конечно, насколько его хватит, потому что ему ещё полтора часа работать. Вот, вот такая вот у нас продуктивность. То есть, ребят, ну, нам осталось добить несчастных полуровня, даже меньше, даже меньше, чем полуровня, рыбной ловли, и всё, и всё, и мы с вами получим повышение. Вот, но это уже будет, к сожалению, к огромному, к сожалению, аж в понедельник, потому что у нас два выходных впереди. Вот, так, Джулия, что ты там у меня делаешь? Что ты у меня душ принимаешь? Хорошо. А то, знаете, мало ли там её дёрнуло куда, там, не знаю, в океане поплескаться, да, 10 тысяч штрафа ещё заработать. Я её знаю, она может. Вот, кстати, можно посмотреть, на что у нас там голосуют? А это вот так вот, да, голосовать за комплексы мер. Так, ну что, ребят, смотрите, у нас, кстати, уже 28 очков влияния, очень интересно, конечно. Вот, нас почему-то пока что действующих комплексов мер нету, хотя я вроде как смотрела, что в остальных, как бы, ну, в сохранениях других летсплейщиков, что там уже, как бы, за что-то люди-то наголосовали. Вот, и лидируют у нас, конечно же, лидирует у нас сочное общество. Прекрасно. Но также лидируют у нас тренировки для тела и разума. Слушайте, ну это 100%, это наша Джулия. Вот после того, как она закрыла свою карьеру, она стала у нас мисс Солнечная система. И я думаю, вы помните прекрасно, что она ещё даже с самых первых серий тут вылавливала разный народ и заставляла их заниматься, говорила, как это здорово, как это круто. Поэтому, вот у нас тут вот такая вот борьба идёт, и поэтому делайте ваши ставки, господа, что у нас победит, пьянство или спорт. Вот. Очень интересно, кстати, получается. На третьем месте она Свободная Любовь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, это, конечно, это, конечно, будет серьёзно. Вот. Ну, в общем-то, да, вот такие вот нас обстоят дела. Интересно всё-таки, что выберут Симы, мне прям очень интересно, потому что выбор такой очень колоритный, я бы сказала. Да, но мы, конечно же, ни за что это голосовать не можем. Да, Джулия у нас немножечко расстроилась, думает, ну какое ещё сонное общество, ну что, сдурели или что? Ну, конечно же, нужно заниматься, ну, конечно же, нужно тренироваться. О чём вообще люди думают? Ну, просто непонятно. Джулия, я с тобой согласна, просто на 200%. Давай вздремнём, ну что, ребята, я вас поздравляю, у нас первая потеря, я заметила у Маршала вот этот вот мудлет, скорбь, два дня, да, и нам усиленно кто-то отрезвонил в телефон, я, конечно же, знаете, подозревала, что нам хотят сообщить именно эту новость, но Надежда умирала последней, и в итоге, в итоге умерла. И кто же у нас-то умер, интересно, мне, а, Робин Старк, всё, я поняла, да, уже успел-то с ним подружиться, и вот, видите, буквально пару дней назад он приходил ещё со своей женой и угощал нас своим коло со свинины, а уже сегодня вот он умер, к сожалению. Жалко, конечно, жалко, да, ну, что ж поделать, что ж поделать, бывает и такое. И знаете что, ребята, я так подумала, что я, наверное, прямо сейчас отправлю Маршала порыбачить, вот, поохотиться за вот этой всей прекрасной живностью вообще, вы только посмотрите, вы только посмотрите на все эти колориты, у меня просто, у меня просто нету слов вообще, посмотрите, как круто, как оно всё, как оно всё выныривает, это же просто класс. Не знаю, можно спуститься? Нет, не пускают под воду, не пускают разорабы под воду, да, не хотят, чтоб я видела их секретики, ну, конечно, вот так вот. О, смотрите, какая рыба стрёмная, это удильщик, да, это рыбаудильщик, блин, капец, я хочу, чтобы Маршал поймал нам такую рыбёху, было бы круто, а вот это как рыба-меч, смотрите, как офигенно, как это офигенно, Маршал, ты здесь, ты уже здесь, давай, дорогой мой рыбач, рыбач, я ничего не хочу знать, помоемся с тобой чуть-чуть попозже, сейчас нам нужно с тобой добить, уже она в крыбной ловле, вернее, да, не грусти, пожалуйста, я тебя очень сильно прошу, я, конечно, понимаю, что ты у меня парень небездушный, и что Робина жалко, я всё прекрасно понимаю, но давай, пожалуйста, не будем расстраиваться, потому что это апокалипсис, и тут, дорогой мой, некогда грустить, поэтому, да, давай, возьми себя в руки, всё будет хорошо, смотри, там такой удильщик, там такой удильщик, Маршал, вот просто хочу, понимаешь, вот просто хочу, вылови мне его, пожалуйста, хочу, чтобы был у нас такой сувенир, ну красота, ну красота же просто невероятная, еее, ребята, наконец-то, наконец-то, всё, отлично, ещё одну рыбку поймал, супер, молодец, теперь я отправлю тебя под водопад, принимать душ, потому что, потому что надо, потому что надо, ну-ка давай, ням-ням-ням-ням-ням, принять душ, вот, прекрасно, четвёртый уровень, да, да, класс, класс, всё, ребята, теперь будем ждать понедельника, я надеюсь, что в этой карьере три уровня, что я всё помню правильно, и что в понедельник мы с вами сокроем ещё одну карьеру в апокалипсисе, было бы очень круто, конечно. Ну, а я думаю, что на сегодняшнюю серию уже вполне себе достаточно, и я буду безумно надеяться, что она вам понравилась, и что вы испытали положительные эмоции при её просмотре. Спасибо огромное всем за просмотр, да, увидимся, я надеюсь, совсем-совсем скоро в новых сериях, так что, да, не скучайте, мы обязательно вернёмся, а пока что всем всего хорошего, и пока-пока.